Медицинский университет в Семее единственное учебное заведение в стране, которое готовит врачей неотложной медицины. Кафедра выпустила уже второй поток медиков, которые приехали на обучение со всей страны. На практических экзаменах побывала и наша съемочная группа. По сценарию практического экзамена произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшего за считанные минуты привезли в больницу. Врачи приемного покоя должны оказать первую неотложную медицинскую помощь, выявить, есть ли еще травмы. Буквально три минуты команда врачей боролась за жизнь пострадавшего. Все увенчалось успехом. Экзамен пройден. Сегодня же они завали тесты по пройденному материалу. А потом, позже, мы проходили следующий этап их экзаменирования. Это сдача практических навыков. Они разрабатывали специальные ситуационные задачи, ситуационные моменты, на основании которых они оказывали помощь как будто бы в действительности. Врачи со всей страны повышают свою квалификацию на кафедре неотложной медицины. Здесь же есть специальный учебно-клинический центр, где создана копия настоящего отделения приемного покоя со всем новейшим оборудованием. За весь период курса, это 4 месяца, медики, приехавшие из разных городов, обучились европейской методике. Теперь по приезду в свои больницы они обязательно введут в рабочий процесс данную методику и обучат их своих коллег, говорят врачи. То, что мы сюда приехали, это на этот цикл, на переподготовку, это хорошая идея, хорошее начало, отличное. Прямо скажет, для меня лично заведующего это нужная вещь. И для всех врачей Казахстана приемных отделений, которые часто заработают, по этим методикам работать очень легко и несложно. Потому что здесь используются все новейшие технологии последние и плюс новейшие стандарты. Стоит отметить, что во время практического экзамена оценивалась и командная работа. К тому же ситуации были разные, где на каждого обучающегося возложили роль лидера команды. Напомню, что медиков неотложной помощи обучают в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения, реализация которого была поручена Медицинскому университету семей.